здравствуйте дорогие друзья меня зовут сарев сегодня мы ведем эфир из нашего клуба чайная культура мой чай на старом арбате будем сегодня говорить не столько про чай сколь о том как мы говорим про чай простите за тавтологию но и о ней сегодня будет интерес когда сферу нашего внимания в наше уже сложившееся смысловое поле начинает проникать какое-то новое явление с массой своих фишечек названий и нюансов вполне естественным желанием становится приручить этого неведомого зверя а нашим главным инструментом для таких целей является язык так мы заводим новое на свою территорию гайвань становится уменьшительно ласкательной гайванькой шу-пуэр становится шухой а с другой стороны чай мы начинаем сугубо слушать хотя так-то и понюхать не грех всегда ли стоит идти путем такого комфортного одомашнивания смыслов давайте разберемся перед вами два брата слева шуха он же шурик он же пауэр он же нефть справа дэхо он же дахач он же дхп он же дохун пауа чувствуете как в воздухе начали витать вайбы кинофильмов о криминальных разборках середины 90-х но ничего мы их сейчас немножечко утихомирим потому что заваривать мы будем в гайваньках я бы даже сказал в гайваньках также обратите внимание что сейчас они лежат в чах и шичках далее хочется отметить тэгэшечку она же тэга она же тэгэха тоже как вы можете заметить лежит она в чах и шички а заваривать мы ее будем в чайничке безусловно также отметим бхич либо как удивленное восклицание либо возможно как отсылка к слову глич речь конечно же идет про знаменитый байхауэнджэнь короля белых чаев кстати именно от его названия происходит еще один древний советский пожалуй организм или универсальный термин а именно байховый его кстати до сих пор печатают на пачках масс-маркет чая но вот с мыслами это слово наделяют абсолютно разными не обойдем мы вниманием нашего видимо старого школьного друга дэху он же фэнхуан дэнсун он уже лежит в гайваньке и уже готов быть заваренным и перелитым в пиалочку я бы даже сказал быть не заваренном а пролитом мы тут не то чтобы выступаем суровыми граммар нации к тому же когда речь идет про русифицированные китайские названия это вообще мало возможно речь скорее о том что мы скорее хранители нейтралитета и трансляции смыслов в их плюс-минус изначальном виде избыточная уменьшительная ласкательность предмета может превратить шедевр гончарного искусства в кукольный чайничек а насмешливо хулиганский да хачпалыч может потерять заповедные корни нюланьке и матау о отдельно хочется сказать про признаки специалитета слова нюхать и слушать проведя детальное исследование могу с полной уверенностью сказать что нюхают предмет объект чайник чахай пиалу сам чай непосредственно слушают сугубо аромат потому как он уже является сложной полифонической симфонии разных составных нюансов можно послушать аромат чая а вот сам чай приходится увы нюхать несколько раз при мне доходило до забавного когда явные специалисты предлагали скажем своей бабушке послушать чай на что бабушка закономерно прикладывала к уху баночку с чаем еще одно интересное явление это необычные ударения в словах которые сразу должны обозначать говорящего как человека посвященного например компас у моряков вместо компас и добыча вместо добыча у работников нефтегазовой отрасли в нашем же чайном контексте это нередко слышанное мною слово гайвань вариации на тему гундау бэя типа сливник и сливник и все тот же многострадальный дохун пао в озвучке дохун и дохун приходите к нам на арбат пить тагешку из гайваньки и дохун пао из чаху ну и нюхать и слушать их соответственно